всем здравствуйте с вами на связи линия приветствую вас на своем канале темы с подняшнего нашего расклада будет почему не получается выстроить дружеских отношений с людьми мне кажется эта тема достаточно актуальна и с одной стороны другой стороны она взята из пятничной акции когда ко мне приходила девушка именно с таким вопросом мне кажется было бы интересно рассмотреть эту ситуацию я недавно для себя нашла такой 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 фишку да когда расклад достаточно большой а хочется прослушать много чего значит если вы смотрите расклады с телефона то верхнем правом углу есть троеточие нажимаете и как этот регулируете скорость прослушивания то есть на минуту двадцать пять либо минуту семьдесят пять очень прекрасно слышно да и достаточно ускоренным ритме можно также да и болталки прослушивать да все понятно но при этом ускоренном формате если вы смотрите на компьютере да то в нижнем правом углу нажимаете на шестеренку да вот и там сможете отрегулировать скорость ну кому-то может быть все будет полезна эта информация все хотела сказать и забывал и так готовы приступаем сразу без дополнительных болталок а я не обозначила позиции прошу прощения значит первая позиция зелененький камешек вторая позиция голубенький третья позиция красный зеленый голубой красный 1 2 и 3 позиции в описании всегда под любым моим видео есть тайм-коды если они информация необходимая обо мне опять нищенных акциях да а где вы можете прийти и задать бесплатно один вопрос все условия опять-таки под этим видео о моих услугах консультациях обучение и так далее и так далее и список раскладов да для тех кто достаточно недавно на моем канале не знает какие расклады у меня есть вот есть список зайдите посмотрите вам будет понятно да а вообще я очень рекомендую почаще не важно не только на моем канале на любых каналах заходите плейлисты и смотрите что там есть всегда бывает та информация то есть не просто посмотреть расклад который вышел как рекомендованы а зайдите на канал мастера да и человека который вещает и посмотрите что у него там есть у меня на канале кроме того что все расклады разложена попал и плейлистами достаточно такой структурный человек для меня важен порядок и вот и для легкости просмотра также у меня есть в плейлистах целая часть про великие арканы что они означают да непосредственно был у меня период когда я изучала сама таро очень глубоко и вот в инстаграме в эфирах проводила такие прямые эфиры и суть не заключалась в том чтобы рассказать про все великие арканы потому что там не все есть 22 вот но некоторые я записала вот остальные которые нет сможете найти у меня на обучение а также есть мои размышления может быть кому-то они будут интересны прямые эфиры которые уже проводились на ютюбе если будет интересно кстати да зависла немножко я просто потерялась во времени какой день и какой расклад я пишу на общем принципе вот такая вот информация так надеюсь во время хватило специально вам его дала что вы определили с позициями а я приступаю позиция номер один зеленый камешек мы будем с вами смотреть на мои любимые классики уэйта давно я ее не брала в руки и так в каждой позиции у нас будет пять вопросов и напоминаю в очередной раз может быть для тех кто случайно попал мы не слушаем слова а мы отслеживаем реакцию в себе в своем теле на ту информацию которую мы получаем пропускаем ее через себя и ориентируемся на свои ощущения не на то что мы слышим а именно на ощущение у меня не стоит задача делать расклады чтобы мне потом писали ой лени совпадает или нет я не гадаю то есть таро для меня это не система гадательная было бы жалко использовать вот эту мудрость просто на погадать слишком дешево да слишком как-то не а таро поэтому считывайте всю информацию с состояниями почему не получается выстроить дружеских отношения с людьми вопрос номер один что вы за человек энергетическая трансляция вас в поле то есть как в вашем поле люди в вас считывают так что вы за человек так здесь у меня сразу скажу если вы мужчина то у вас очень много женских энергий но если этого женщина дата описание вас как многогранности в поле вы считываете как человек достаточно эрудированный человек зрелый человек начитанный но если вы не читаете да у вас есть много знаний да то есть это могут быть практические знания либо теоретически мы не разделяем до достаточно знаний человек который не носит розовых очков человек у которого есть опыт много раз наступали на всевозможные грабли где-то научились где-то может быть не научились но ваш взгляд на людей сейчас на данный момент он немножко свысока но не в контексте гордыни а в контексте именно опыта у меня есть много опыта у меня и знаний и я теперь выбираю то есть право теперь за мной да я выбираю с кем я буду общаться с какой ситуации я буду входить выходить из этой ситуации то есть вы являетесь на данный момент именно хозяйка человеком который управляет ситуацией человек легкий на подъем независимо от того какой опыт у вас был в жизни вы готовы всегда к переменам вы готовы адаптироваться к новым к новым переменам но вы сами эти перемены не вызываете то есть вы готовы случиться да я знаю как мне повезти что мне делать но сама я не хочу я не желаю перемен не то что меня устраивает вот это вот рутина но когда случится как говорится тогда я подумаю но заранее до что-то менять изменять своей жизни я не хочу вы считываетесь как человек который достаточно заботливые достаточно чувствительный приземленный человек который может приумножать как свои идеи то есть к вам пришла какая-то идея вы знаете как ее реализовать вы можете совершить действие и вы можете получить некую выгоду то есть вы зашли с тремя копейками вышли у вас уже 6 человек который действительно является хозяином не обязательно хозяйка по дому хотя да как вариант такое может быть но королева педакли это все-таки про состояние это все-таки про энергии то есть вы можете умеете управлять до сумму и как такие знаете незаботливые бережливые люди вы можете к вещам относиться достаточно бережно долго носить одну одежду не потому что допустим там денег нет или еще что-то не то потому что ну она не сносилась и здесь даже вы не видите как-то рациональности до смысла в том чтобы что-то менять если это работает вот это вот из той категории который я говорила что вы не меняете при этом с вами хорошо с вами достаточно стабильно вы человек с которым можно расслабиться человек которому можно доверять человек с которым можно и повеселиться такой знаете уютный домашний человек даже если праздники то предпочитаете дома если любите природу любите отдыхать да возможно кто-то любит там философствовать мечтать там сел как-то даже один вы не тот человек который боится допустим одиночество это не про вас вы стабильны вы постоянно выясны вы известны не в конце не в контексте популярности а в контексте что вам вы ведущий да то есть вы знаете что вам делать и как как вам быть вот такие вот энергии вы транслируете в поле это то что считывают люди в пространстве даже если они вас не знаю да это то что вот они ощущают ваши ожидания того как люди должны с вами общаться вы знаете ваши ожидания да здесь как правило позитивные ожидания должны быть ну потому что они ожидания да то есть вы не ожидаете чего-то негативного не знаете некое такое соперничество да то есть если мы вступаем в некую такую полемику до задача которой не стоит конфликта нет не показать насколько я умная эрудирована да ты нет а задача именно когда мы проводим некий такой мозговой штурм да если можно сказать когда каждый высказывает свою точку зрения из этого из разных правд рождается некая такая истина во имя чего-то большего да где все будут некий такой консенсус да не то чтобы компромисс они на консенсус когда все находится выгоде то есть достаточно общительный хотя по королеве мечей это ну королева мечей не та женщина не тот архетип человека до который предпочитает экстраверт он больше интроверт я бы так сказала вот но в данном случае да вы даже если кому можете допустим общаться да с людьми или мы коммуницировать вы всегда приглядываетесь у вас всегда оценочная позиция что это сказал то есть вы не полезете сразу в разговор диалог раскрывать прям свою душу каждому человеку нет вы сначала проверить этого человека нет это только после этого да если вы посчитаете этого человека как того персонажа которому можно доверять да тогда вы будете вступать то есть вы заходите сначала допустим какое-то общество в компанию вы сначала оцениваете на изначально вы держитесь на некой такой дистанции но при этом ваше ожидание того как должны с вами общаться люди я могу сказать весело легко достаточно доброжелательно да вы не потерпите какой-то вот критики до негатива конкуренции до некой такой жесткости не менее вот каких-то нарушения до каких-то своих границ и возможно вы такой человек мягкий я могу сказать да очень глубоко внутри себя покладистый то есть если вас гладить по шерстке вы будете кошечка но стоит только погладить вас против шерстки вы вдруг оказываетесь и львицы либо тигрицы да и потом как говорится кто не спрятался я не виноват но вы хотели бы чтобы люди с вами общались чтобы они были милые с вами до чтобы они были добрые чтобы они были мягкие чтобы были позитивные дружелюбные очень красивые в душе ну и внешне вам даже было бы не плохо то есть ваше ожидание чтобы люди вас выбирали то есть если они выбрали то как краски а они будут вам верны то есть это их выбор значит ты будешь в неверен значит и не будешь меня предавать потому что ты меня выбрал я тебя выбрал а ты меня выбрать ты хочешь а я уже потом решу как мне действовать как еще ваше ожидание да как люди должны с вами общаться ну во первых перестать бояться вы не любите когда люди вас боятся но опять-таки ваше внимание что у вас энергия такая да вы достаточно серьезные вы достаточно такая строгая может быть из-за того что ваш слог достаточно лаконичен люди вас побаиваются да ну то есть вы транслируете почему то что вы держите изначально дистанцию именно поэтому люди вас боятся и у вас к краске ожидании того что люди чтобы люди вас не боялись вот именно доверительное отношение доверие да она и важно чтобы люди не были жертвами вас это очень бесит вот это вот состояние жертвенности чтобы люди не жаловали чтобы люди не плакали вот вам это не нравится почему потому что вы по натуре сильный человек вам хочется чтобы другие люди были такими сильными то есть есть проблемы сядь реши не можешь попросить помощи не можешь просить помощи сиди и жуй как говорится то что выработал твой организм и не надо как говорится пачка здесь пространство да и атмосферу своим вот этим вот негативом вот это ваше ожидание а как они общаются с вами на самом деле давайте посмотрим вы знаете здесь по-разному да по-разному я могу сказать что даже вот достаточно справедливо в контексте того вот что они от вас получают то они вам и возвращают но если в общих чертах но имейте ввиду что иногда люди вас используют как как ни странно бы ты казалось что вы все-таки человек достаточно прорицательный который видит либо вы допускаете чтобы вами пользовались либо здесь включаются какие-то другие аспекты которые имеют некое такое влияние на то почему вы позволяете иногда людям не вами пользоваться но в каком контексте не то чтобы вот допустим я с я тебя выбрал да я с тобой общаюсь но потому что у меня есть какая-то выгода тебя да допустим с тобой я могу побеседовать ты дашь мне какой-то совет вот вот именно то что вы даете совет какой-то мудрый другому человеку да это тоже является в его понимаете если бы ему не нужна была помощь он бы к вам не обратился здесь вот такая вещь да то есть человек вот как будто бы пользуется здесь далее как на самом деле люди с вами общаются достаточно знаете так не эмоционально да и опять-таки если вам а вам нужна вот эта вот мягкость вам нужна эмоциональность вам должны вот эти вот эмоции радости люди с вами не общаются опять-таки почему потому что королева мечей она все-таки закрытая от эмоций то есть она умеет управлять своими своим эмоциональным состоянием почему потому что когда-то ее ранили когда-то и и обидели она закрыла свои эмоции то есть она открывается тогда когда она считает нужным и потому что она не способна чувствовать здесь вот по императору да получается так что люди с вами общаются знаете больше давая вам какие-то указания то есть вот в этом они как будто бы вас зеркалют только в два-три раза больше на то есть это люди которые допустим прогибает вас убеждают вас на в том что вот допустим нужно делать и вот вы как-то соглашаетесь но вот именно общение она приносит вам вот это вот разбитое сердце с чем она связана то есть здесь какое-то огорчение вам кажется да что люди вас не ценят вам кажется что люди не понимают нас с чем это связано это связано знаете как будто бы они вас недооценивают вот именно ваш профессионализм ваше мастерство как будто бы они не видят вот тут вы знаете вашу глубину вашу некую такую судьбоносность даже если это вот просто не коллеги профессионально по профессиональной сфере а вот именно просто близкие там знакомые с кем вы взаимодействуете то есть здесь знаете люди вам могут отражать именно выстраивание границ то есть они очерчивают четко здесь такое ощущение что вот они к вам обращается как-то холодно да поговорили сказали взяли то что нужно вы им дали то что нужно получили то что нужно и все и разошлись нету вот этого душевности да и вот это вот вас ранее то есть вот это вот холодность да может быть иногда некая такая жесткость может быть даже и жестокость у кого-то да вот это как раз таки вас как-то ранит может быть вы иногда не прислушиваетесь к своей интуиции то есть умение смотреть на мир без розовых очков вот с какими-то людьми здесь конкретном случае может быть даже и с мужчинами да вот вы как-то это не используете и ну то есть я знаю что вот и мне этого делать не надо но где-то наступает себе на горло сами себя как будто бы недооцениваете и в конечном итоге вы получаете то что вы транслируете да что человек вас потом ранил но здесь здесь все может быть знаете просто какой-то некий сценарий у вас здесь получается до того как с вами люди работу мы посмотрим далее почему не получается выстроить дружеских отношений с людьми именно дружески теплых отношений таких как вы хотите знаете здесь ощущение того что вы как будто бы выстраиваете показываете свою занятость людям да что типа я вот сейчас читаю да у меня есть какие-то дела я сейчас там что-то изучаю я сейчас что-то ну может быть строя во что-то вкладываюсь да да здесь вот это вот ожидание с чем знаете здесь может быть еще как-то вот вопрос ожидания да я его правда не совсем могу понять как он связан именно с построением не знаете ощущение того что вы как будто бы ждете от людей что люди сделают какой-то шаг в построении ваших отношений и здесь вот ваш подход он достаточно какой-то вот наивный детский незрелый может быть то есть вот это вот мягкость да вот это вот детскость что отношения они приносят только какую-то такую теплоту и радость мечу вопрос а здесь такого как будто бы не получается да нету вот это вот легкости которые бы вам хотелось нету вот это вот детскости есть страхи есть страхи да знаете может быть иногда вы даже боитесь привязаться к людям может быть вы даже боитесь ну то есть какой-то период пообщались все вам хорошо а потом вы привыкли закрываться быть в себе да как интроверты допустим и уделять время другим людям вам уже это как-то в нагрузку да вот у меня здесь ощущение того что это просто как защитная такая реакция не получается выстроить отношения потому что вы не включаетесь понимаете вас есть страхи вас есть страхи чтобы если вы привяжитесь если вы откроетесь если вы доверитесь человек то он причинит вам боль но при этом у вас есть вот это вот потребность в открытии здесь понимаете выпадают все великие арканы и я не вижу совсем почти кубков кроме того как вы хотели бы общаться с людьми а вот прям знаете все так серьезно все так строго а хочется что все было просто хочется чтобы здесь ну не надо было заморачиваться на не надо было как-то вот охранять себя защищать то есть вот это вот постоянное ощущение того что вдруг меня ранят вдруг мне причинят какой-то боль а еще глубже а я привяжусь к этому человеку да как фиксация и вот потом он уйдет мне этого будет больно да и меня оставят вот здесь вот видимо какой-то детский сценарий идет какой сценарий вы сейчас людьми проигрываете вот я только сказала да уйдет и и уход 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 вы знаете сейчас проигрываете сценарий тот когда если вам что-то не нравится то вы принимаете решение знаете очень жестко и уходите то есть то что вас не удовлетворяет вот вы опять не показываете нигде свои эмоции вы не проявляете до свою чувственность вы не показываете людям кто вы есть на самом деле вы не показываете у вас есть то что люди считывают вас как позитивного человека радостного но вы не показываете вот эту вот свою мягкость да может быть как человек который нуждается в чем-то где-то что-то попросить нет вот это вот я сильный я все могу сам либо сама да вот сейчас вы проигрываете сценарий когда вы уходите от этих жестких энергий когда в да они завершаются когда вы держали какую-то дистанцию и сами своими суждениями причиняли своим видением до восприятия мира сами себе причиняли некую боль то есть это ваше восприятие того что люди вот такие жесткие жестокие даже если вы скажете что ну вот у меня же были такие примеры безусловно когда у нас есть какие-то убеждения они должны находить вовне такие ситуации которые бы подтверждали существование ваших убеждений то есть нужно подкрепление дence почему потому что если у нас есть какое-то убеждение и мы в него верим то мы притягиваем как раз-таки такие ситуации которые нам будет подтверждать будет доказывать что вот вот это вот убеждение да она верная а если вы поменяете убеждения на что-то допустим созидательная ты вы будете притягивать свою жизнь ситуация которая будет доказывать вот эта вот созидательность ваше суждений поэтому вот вы здесь сами себя как будто ранить а здесь ощущение того что какая-то вот такая знаете немножечко недолюбленность присутствует но обращу ваше внимание что вы не умеете когда вы не любите когда к вам проявляют любовь вот вам кажется что потом ей будут манипулировать и вы от нее будете закрываться то есть если даже люди будут к вам проявляться с любовью с мягкостью вы будете от них уходить в любом случае почему потому что здесь вот этот вот сценарий не проработанный именно эмоциональный неумение выражать свои чувства не умение выражать свои состояния не умение их проживать вы сами иногда путаетесь в том что вы хотите каких состояния то есть допустим если вы хотите чтобы вас любили это не факт а когда появится человек который будет о вас заводится который будет вас любить через какое-то время он вам надоест через какое-то время вы будете его отталкивать потому что здесь сценарий того что вот в негативных вот этих вот проявлениях да там обиды ярости и так далее и так далее в них есть краски те краски которых вам не хватает а когда вот все мягко вот в этой любви принятие в гармонии и так далее в ней нету красок и вот эти вот эмоции они вам нужны вам нужны яркие краски проявления потому что вы в себе их подавляете но вы уходите от жесткости сейчас то что я сказала и вы идете в абсолютно новое то есть вы выстраиваете заново какие-то планы да вы хотите уже прийти гармонии вот именно то что я и говорила ранее вы по крайней мере нацелились да и сделали уже хоть маленький шажок вперед по построению именно вот таких вот мягких гармоничных отношений где есть чувства где есть эмоции где есть кубкину с чем я вас и поздравляю в принципе да то есть вы уже видимо провели достаточно большую работу над собой вот такая вот у нас была первая позиция жду вашей обратной связи а мы с вами переходим позиции номер два и голубенькому камешку и посмотрим что вы за человек до энергетическая трансляция вас в поле да как вы транслируете напоминаю для тех людей кто недавно подписался на меня мы не слушаем информацию ушами а мы слушаем информацию состоянием и сердцем слушайте чувствами чувствуете это самый верный подход так как вы считываетесь энергетически в поле двоечки моим как человек который готов принять какое-то решение но на самом деле обманывает себя да с одной стороны вы достаточно мягкий позитивный человек который может считывать других людей которые понимают душу другого человека до который может проникнуть в нее человек которому можно доверять человеку которому можно поплакаться вы являетесь зеркалом для других людей хорошие психологи эмпаты но при этом есть вас вот это вот хитрость да вы не знаете вот как будто бы вы занимаетесь самообманом и люди особенно когда надо принять какую-то какое-то решение на пространстве опять-таки энергетическая трансляция вас поле вы это транслируетесь то есть все хорошо до мягкая красивая красивая позитивная такая достаточно приятная личность но которая периодически проходит какие-то там перемены изменения пути взросления может быть сейчас это только у вас происходит они всегда не вот вы работаете над своими привязками над своими какими-то привычками на искушениями то возможно вы работаете со своими страхами но в пространстве все-таки считываетесь как человек который хитрый человек который в каких-то моментах сам себя обманывает для того чтобы не принять какое-то решение для того чтобы не начать действовать до для того чтобы знаете как-то вот не отстаивать свои позиции да я не конфликтный человек я лучше закроюсь и уйду в себя и все такое вы может быть и не конфликтный человек а то есть конфликты для вас и вот эти вот острые такие дискуссии они вызывают вас негативное ощущение но на самом деле здесь ощущение того что вы как будто бы подавляете да вот это вот состояние того что иногда хочется высказать иногда хочет оскорбить кого-то да вот прям чтобы защититься хочется как-то сказать высказаться жестко до русским фольклором хочется сказать такое чтобы вот отстоять себя до нахамить нагрубить потому что меня это бесит но в силу своего воспитания в силу каких-то своих взглядов вы это подавляете и поэтому кажется внешне в пространстве что вы такая мягкая пушистая но по факту если там сковыркнуть у вас кроется дьявол дьявол это еще такое вот у хорошая харизматичный такой персонаж который может дать отпор то есть не зря я выражение да в темном умоте черте водится то есть у вас еще непонятно и что там водится вы можете казаться мягким но вы не такая да вы не такое вы не мягкий пушистый вы это маска на самом деле у вас очень много скрытой энергии очень много потенциала который вы не весь раскрыли да вот ваше желание убежать это это лишь ваша защита и вы убегаете непосредственно в какие-то знания убегаете самого себя но внутри у вас все кипит понимаете внутри вы никак не можете прийти вот кто и гармонии к той природе которая вас заложено то что вы транслируете как мягкие пушистые у вас очень много такой знаете жесткости вот здесь видимо такой этот теневой аспект который вы все никак не можете принять вам хочется уже начать жить для себя вам хочется что-то сделать для себя причем знаете применить вот это вот вашу внутреннюю силу до найти ей правильный выход здесь вот ощущение того что постоянно подавляете вот хотите что-то сказать что-то сделать и все время подавляете почему почему идет вот это вот подавление этой силы потому что вам хочется быть королевой жезлов вам хочется быть активной вам хочется быть допустим карьеристкой то что вам не свойственно то есть вам хочется быть другим человеком не тем кем вы кажетесь для людей именно кажетесь потому что по натуре своей вы таким человеком являетесь то есть внешне вы транслируете как спокойная умеренную равновешенная личность мягкая такая кубковая через состояние а внутри вы огонь понимаете внутри вы королева жезлов но вы вот эту энергию вы как будто вы держите в себе вы ее не показываете вы ее сдерживаете иногда именно поэтому у вас бывают такие моменты когда вас выход вам хочется чтобы вас прорвало чтобы вот вы все высказали другому человеку вам станет легче не для того чтобы обидеть другого человека а для того чтобы ваша энергия ваша та сила которой вы подавляете она нашла выход да вот просто ну реально необходимо вот такие энергии вы транслируете в поле хорошо ваше ожидание того как люди должны с вами общаться ну у вас ожидание таки что человек должен быть стабилен должен быть постоянен человек должен вкладываться как ваши взаимоотношения так и в свою работу человек должен даже не то чтобы должен а человек такой знаете трудоголик человек который вот именно выстраивает ваши отношения сага шаг за шагом чтобы люди проявляли инициативу обращаю ваше внимание вы зеркало для других людей вы хотите чтобы люди проявляли инициативу вашу сторону потому что это ваша суть на самом деле вы активный человек вы позитивны но вы не умеете этой энергией управлять поэтому вам легче чтобы люди делали к вам шаг самом деле вы прямо будет к себе притягивать таких людей вы хотите знаете вот общаться с разными людьми вам нравится на самом деле общение вам нравится коммуникация вам нравится обмена информации вам нравится развитие вам нравится знаете может быть для кого-то то есть люди из других стран до люди других вероисповеданий разные люди по отношению к вам они вам нравятся потому что вы обогащаете себя всевозможными знаниям всевозможным опытом люди мира как говорится да вы ждете что другие люди будут давать вам эти знания да они будут расширять ваши горизонты что эти люди вам будут как будто бы знаете вот по судьбе что ли которые будут вас направлять которые будут вам указывать путь люди которые будут вас поддерживать да вам нравится который дают вам надежду который наоборот вас вдохновляют окрыляют они урезают ваши крылья люди с которыми вы сможете разговаривать по душам вести такие душевные беседы такие знаете мягкие энергии и люди которые не будут от вас закрываться на которые не будут именно выстраивать границы вы хотите знаете вот ваше вот это вот понимание что люди они такие как я опять-таки в третий раз уже говорю про зеркало вы не выстраиваете границы вам хочется чтобы люди по отношению к вам не устраивали границы как следствие не переходили ваши границы как они не будут переходить если у вас нет границ точно так же и по отношению к ним вот как на самом деле люди общаются с вами а знаете здесь как будто бы идут какие-то фантазии люди рисуют вам мечты какие-то вот идеалы но не хочет сказать что здесь проходят некие обманы да вот эти вот обманы как-то к вам легко видимо втереться в доверие хотя бы эмпатичный но при этом как-то вы знаете вот обвести вас на как вы люди знают ваши слабые места и уезде вы уязвимы и они могут хорошо этим пользоваться то есть люди дают вам вот эти вот надежды но как-то вот со своей пользой опять-таки их общение с вами не совсем чисто не совсем как будто бы прозрачная у вас очень много людей люди как будто бы возвращаются из прошлого уходят приходят люди которые могут вам говорить что вот они как-то заняты да как вот вокруг вас как будто бы много вот этой суеты некой такой неуверенности то есть они как будто бы не знает хотят они с вами общаться или нет здесь как-то вы ожидаете что-то такое глобальное масштабное а вот люди на самом деле вы хотели что у вас были люди по судьбе в вашей жизни приходят люди по судьбе но вот для чего мы потом посмотрим какой сценарий вы с ними отыгрываете но здесь вот люди из прошлого да может быть из прошлых жизней не воплощение приходит очень часто возвращаются люди с которыми вы расстались и они заново приходит но знаете в принципе есть вот в двойках разная категория людей там кто там как я сказала ранее через минус через негатив до создает вот эту вот суету забирает у вас энергию что-то там непонятно давай пойдем туда давай сделаем это вот забирает у вас время забирает ваши ресурсы как-то вот обманывает вас на ваших мечтах на ваших идеях но с другой стороны такое ощущение знаете вот как будто бы по справедливости то есть они это делают почему потому что наверное вы так поступаете по отношению к себе скорее всего здесь они так поступают для того чтобы вы знаете были победителем над собой в контексте того что не сходились дистанции по отношению к той цели которую вы себе выбираете и запустим выбрали какую-то цель и все и начинаете ее делать и вдруг неожиданно ваше окружение начинает активироваться этот позвонил то время забрал 5 там еще что-то вспомнил что надо вот туда сходи здесь ребенок вспомнил что надо ему это купить надо что-то сделать вот здесь вот как будто понимаете вас начинает воровать вашу энергию вот и это как будто бы по по справедливости все это происходит для чего для того чтобы у вас происходило какое-то развитие контексте того чтобы вы умели отсекать то что вам не нужно чтобы вы научились это делать вот здесь как-то так почему у вас не получается выстроить дружеских отношений с людьми ну потому что вы ребенок понимаете вы достаточно импульсивны вы достаточно эмоциональны это о чем понимаете вот вы ознакомитесь допустим с людьми либо начинаете выстраивать отношения вам кажется что вот это вот тот самый человек которого я искала вот мы с ним допустим как говорится одной крови ты и я вот но по факту получается что не складываются отношения да то есть вы в каждом человеке видите какой то шанс вы в каждом человеке видите что то что этот человек будет как будто бы соответствовать какому-то вашему стану сценарию то есть вы на него проецируете свои какие-то ожидания на каждого человека но ваше ожидание не оправдываются и поэтому вам становится очень трудно с этим человеком общаться в конечном итоге вы разочаровываетесь но вот здесь вот это вот именно не умение выстраивать границ не умение их обозначивать просто потому что у вас иное мировосприятие и вот здесь вот просто что получается что вот как будто бы нету ответственности что ли то есть вам хочется что было как-то легко но в любом случае с людьми надо как-то уметь взаимодействовать да как-то уметь выстраивать отношения а у вас все получается вот как-то по-детски иногда вот вы попадаете даже в какие-то вот просаки которые казалось бы достаточно умные люди да но почему вот это вот случилось ведете себя иногда непредсказуемо ну то есть вы непонятны другим людям просто потому что ваше поведение она достаточно изменчивая она достаточно непредсказуемо не определенные и на самом деле по шуту да это тот человек который постоянно находится в движении хотя вы можете касаться себе что вы достаточно пассивны но в очередной раз говорю что вы человек движения вы человек активности но вы это принять не можете пока у вас эта активность проявляется только в эмоциях в конкретных действиях этого нету поэтому не получается выстоять это вы слишком доверчивый на чрезмерно доверчивые где-то вы вкладываетесь больше в людей чем нужно знаете здесь ощущение того что просто нету золотой середины вы не умеете вы либо все либо ничего на вот здесь вот как-то так периодически впадаете в какие-то кризисы в какие-то сложности на самом деле то есть легкость которой вы хотите от взаимоотношения с людьми у вас не получается потому что вы по натуре слишком сложны в силу того что вы не постоянны в чем-то потому что ваше настроение меняется на ваши взгляды постоянно меняется человек не знает как с вами взаимодействовать а у вас периодически происходят какие-то кризисы на почему потому что вы постоянно находитесь в каких-то трансформациях вы постоянно находитесь в каких-то изменениях вы взрослеете это у меняется это уходит то приходит новый только вы адаптировались да и вроде бы казалось бы сейчас я буду вот так потом гоп опять что-то меняется постоянно ваш дьявол он чем-то вас искушает постоянно вас куда-то ведет какие-то у вас мысли идея задумки вот надо вот это сделать но дело в том что вы это у вас все внутри это не вовне это не в действиях проявляется и отсюда вот это вот внутренняя бурная деятельность она путает других людей которые смотрят на вас вовне потому что сегодня вы одно думаете завтра другое если бы вы это все заземляли через действия то было бы намного лучше какой сценарий вы сейчас проигрываете с людьми знаете здесь как будто бы вы сосредоточены на дальнейшем движении да на дальнейшем развитие познавания себя то вы прям сфокусированы на этом и но делаете это все достаточно с оглядкой на осторожничаете вы как будто бы собираете как какую-то информацию здесь есть некая неуверенность то есть вы хотите сейчас да вот вы выстраиваете вы идете в новые там отношения дружеские там я не знаю родственные либо еще какие-то но при этом вы проигрываетесь в этих отношениях как маленький ребенок который ожидает какого-то подвоха к темой то есть одной стороны я себя транслирую что вот все и гигей сейчас я пойду я готов вкладываться на но потом что-то происходит и идет не по плану нету у вас равновесия эмоционального вот то что я и говорила ранее вот этот вот ваш сценарий который вы проигрываете с людьми вроде бы начинаете начинаете достаточно активно общаться потом происходят какие-то сомнения да потом вам показалось что кто-то что-то сказал вы что-то недопоняли здесь как-то вот огрызнулись либо вам что-то сказали такое колко обидное мы допустим не поняли шуток юмор какой-то да потому что в вашем понятии это допустим не смешно вы закрылись на и тишина не разговариваете сидите внутри себя и как чайник паритесь но при этом высказать свою точку зрения вы не говорите вы держите в себя в себе вот эти вот эмоции когда такой сценарий здесь у нас проигрывается вы не умеете увидела императрицу улыбались что вопрос был да как выйти в императрицу теперь он будет меня постоянно преследовать наверное да потому что вы не можете выйти в эту вератрицу потому что вы не можете найти выход до вот ощущение того что у вас вы связаны по рукам по ногам вы не можете раскрыться вы не можете войти вот это вот состояние когда я получаю удовольствие я наслаждаюсь и я позволяю себе быть той какой я хочу если мы говорим допустим женщины я позволяю себе реализации своих желаний я позволяю себе купить то что я хочу то есть вот здесь знаете вот как будто бы вкусить жизнь так знаете расслабиться почувствовать себя такой холеный да я себя люблю да я вот прям делаю то что я хочу эти идеи задумки которые мне приходят я их реализовываю и я прям чувствую себя вот этой вот матерью землей которая плодородит которая дает вот эти удары да то есть я получаю результаты своих трудов вы пока в это состояние не можете выйти то есть тогда когда меня отношения например радует меня удовлетворяют я от них получаю какую-то пользу на как эмоциональную так и возможно финансовую да вообще просто поддержка какая-то забота да вот здесь вот как-то так вот этот сценарий с чем он связан внутрь вот вы как будто бы не стоите еще крепко на ногах да в контексте именно своего внутреннего стержня вот вы его не ощущаете нет опоры на себя потому что вы себя не знаете потому что королева кубков да а вода она всегда растекается на такая вот плавная мягкая гибкая она течет ее сложно собрать чтобы собрать воду нужно замерзнуть чтобы эти чувства все эти именции замерзли тогда вы превратитесь в королеву мечей такую строгую структурную понятно а сейчас вот вы как вода вот это вот уплывает и вытекает не поймаешь не поймаешь поэтому вам не хватает какой-то знаете стабильности структурности заземленности да вот именно понятности ясности вот в этом одним словом люди вас не понимает вот такая вот у нас двоечка была так если мне не хватит я сделаю исключение в этот раз так вот поставлю сюда здесь я оставлю вот эту карту и соберу всю колоду и уже на полной колоде почти без двух карт рассмотрю для троечек тебя принципе я так не делаю и так позиция номер три красненький камешек что вы за человек до энергетическая трансляция вас поле то есть как люди вас считывают да что вы транслируете в поле как какую энергии даже не открывая свой рот люди понимают кто вы и что вы просто когда они находятся рядом с вами для моих новых подписчиков кто недавно подписался закрываем ушки открываем сердце начинаем чувствовать то что я говорю не ушами не головой состояниями пропускайте через себя и просто чувствуете любую реакцию в теле и так поехали что вы за человек троечки энергетические вас люди считывают как человека который мог бы быть идеалом человек у которого может быть такая знаете внутренняя красота но достаточно холодная человек который может давать надежды другим людям человек которому можно верить но вы в поле даете вот какой-то знаете некую такую холодность и отстраненность с одной стороны вы прекрасный причем во всем как состояние души так и физически но вы как будто вы держите людей на на какой-то дистанции на какое-то расстояние здесь знаете вот так прекрасно так хорошо ну как я подойду к этому человеку с ним заговорю до либо здесь он такой классный профессионал блин мне страшно подойти и сказать потому что вдруг меня она засмеет либо ну как-то оттолкнет вот к вам как будто бы люди боятся подходить боятся не потому что вы страшные а потому что вот вы издаете вот эту вот холодность и недостижимость вы как будто бы не подпускаете людей к себе но и с другой стороны они вас считывают до красивый безусловно человеком которого у которого есть вот это вот эстетика до человек который умеет одеваться красиво у которого есть вкус но при этом человек который периодически находится в каком-то состоянии на состоянии определения то есть как будто бы не может определиться не может сделать выбор и в таких случаях вы перестаете развиваться вы как будто бы держитесь за какие-то вот былые успехи за возможно какие-то старые свои убеждения свои какие-то награды достижения да вот все еще уточню до человек который ну жадноват жадноват как на на финансы и на материальный мир так и на чувственный мир то есть вы вот поэтому отталкиваете людей да потому что вроде бы казалось я могу обратиться к этому человеку за знаниями да она много знает любом много знает он может рассказать но стоит только посмотреть на вас как человек передумал да ну нафига нужно сейчас еще чем тляпнет и но мне будет неприятно почему потому что здесь вот ощущение что вы не даете просто так нам надо заплатить потому что вы как-то цените себя уважаете вот здесь вот вы это транслируете просто так допустим я с тобой общаться не буду то есть если от себя нет какой-то выгоды я с тобой просто так общаться не буду если от себя нет какой-то пользы я не буду то есть вот ты должен соответствовать мне моему какому-то уровню и вот это вызывает некое такое отторжение а причина этого состояния да потому что у вас разбито сердце очень много боли который вы сами себе причиняли в каких-то разных прошлых отношениях с людьми и теперь вы придумали себе какой-то образ то есть лучше я буду недостижимой для других людей чем каждый сможет прийти то есть те которые осмелятся и подойдут я еще из них выбирать буду да с кем я буду общаться или нет то есть лучше так то есть здесь какая-то вот знаете вы какую-то защиту выстраиваете вот здесь вот как будто бы защита либо вы таким образом защищаете свою семью либо как-то защищаете какой-то вот свою основу до фундамент вот свой материальный мир вы не подпускаете да к своей душе это вот сто процентов ощущение того что у вас периодически еще у кого-то из вас не у всех может быть такое что вот это вы как-то не можете определиться либо с партнером либо вот вы транслируете что у вас не получается гармоничных отношений с людьми на если мы не будем привязываться к одному человеку то есть вот вы но не получится с вами на равных не получится с вами спокойно и гармонично вы очень-очень когда дать сильно что ли себя оцениваете но здесь негатив в том что вот иногда вы переоцениваете себя то есть специально завышаете допустим стоимость услуг чтобы как-то вот фильтровать свою аудиторию вы здесь вот как-то вот она иногда в минус идет понимаете ну завышенная самооценка обычно она бывает у мужчин а здесь почему-то у женщин до что вот либо вы уходите в реализацию себя до либо уходите в реализацию там как своего материального мира то есть вы не показываете свое настоящее лицо вот вы как будто бы показываете только то какой вы эксперт какой вот именно свою профессиональную реализацию в социуме прошу прощения что прерывалась но у нас карантин в греции мы на локдауне и мне приходит оповещение о том что типа не забывайте как можно забыть когда ты сидишь дома никуда не выходишь не пускают я говорил о том чтобы здесь вот в принципе вот это вот состояние что вы больше акцент делайте на реализацию себя вот вы как будто бы бизнес-леди короче говоря да то есть весь все ваше внимание идет на это на финансы материю на какое-то на обретение некой такой стабильности вы как будто бы закрываетесь вообще от общения от проявления себя если вы женщина женских каких-то таких качеств ну какой-то вот мягкости что ли именно женских качеств здесь не хватает ваше ожидание того как люди должны с вами общаться ну здесь такое ощущение что вообще вас люди не должны обижать понимаете чтобы люди нет не не входили вот с вами в какой-то ступор чтобы они могли раскрываться и говорить то что они хотят но при этом как-то с уважением вы хотите чтобы с людьми как-то обменивали знаниями то есть чтобы здесь общение было вот именно на основе того что вы можете получить от этого человека до какой-то вот именно пользы что они должны делать они должны соблюдать ваши границы они должны соблюдать ваши рамки они должны соответствовать вашим цельным указанием которые вы даете они должны жить по тем правилам которые возможно вы говорите то есть в это время можно мне звонить в это время нет вот это вот можно вот это нет то есть вы самое главное чтоб не переходили границы чтобы не нарушали ваш баланс чтобы не нарушали вашу тишину тогда когда вы хотите уединиться чтобы не не морочили вам мозги да они выносили вам какой-то мозг и при этом вы хотели бы что с определенными людьми чувствовать себя как-то вот стабильно радостно отдыхать здесь по моему разные люди есть кто-то вас докучает на реально мозг вам вытаскивает здесь есть люди которые помогают вам трансформироваться то есть нежданно негряданно негряданно приходит и внедряются ваше пространство это вас начинает выводить из себя здесь кем-то вы возможно воюете выстраиваете границы с кем-то здесь вы обучаетесь идете вот в мистику философию и так далее и вот есть люди с которым вы можете расслабляться то здесь несколько категорий людей от каждого вы ждете зависимости от того в какую категорию он попадает соответственных каких-то действий с не сказать что вы что-то одно ждете а как они общаются с вами на самом деле а на самом деле они приходят к вам за за вашими знаете есть опять таки категория тех людей которые хотят самоутвердиться за ваш счет до вами попользоваться это те люди которые берут ваши способности пользуются вашими способностями навыками себе во благо они хотят чтобы вы вкладывались да и при этом не платить за это вам равнозначную цену какой-то до стоимость вот кто-то действительно хочет с вами развивать хорошие отношения хочет чтобы вы были лидером чтобы вы как-то помогали но здесь люди к вам приходит как будто бы да чтобы вы решали им их какие-то сложности как будто бы вы являет ну вот открывали им дороги да как на перекрестке помогали определиться заблудшим душем чтобы вы показали им их ценности проработали с ними страхи вот эти вот все какие-то конфликтные ситуации решили может быть конфликт и ощущение того что вот действительно люди к вам приходят вот профессионал то есть то что вы транслируете на что я больше акцент делаю на профессиональной сфере на становление себя вот люди ваши окушения не как будто бы к вам и приходит за этими услугами хочется спросить а дружеских то нету что ли отношений да нет вы остерегаетесь вы ну может быть и планируете но как правило это те люди которые уже проверены и из детства то есть те которые долгое время находится с вами но вот здесь вот ощущение что у вас как будто бы нету нету таких вот знаете друзей вы вы не хотите не хотите вы вы их не выбираете вы отсекаете понимаете вы отсекаете отрезаете нет вам видимо пока либо сейчас не нужно как-то взаимодействовать с людьми почему не получается выстроить дружеских отношений с людьми да потому что вам не интересно понимаете потому что люди не дают вам того развития которое вы хотите то есть вы действительно достаточно больше многих знаете умеете не вот и вы в принципе и вам одним неплохо вот то есть вы самодостаточный до реализованный человек по крайней мере достигли каких-то своих высот идеалов которые хотели вот и не получается здесь выстроить почему постоянно заняты каким-то своими идеями постоянно заняты своим развитием вот вы вам интересно у вас нету времени на друг на других людей вот я бы так сказал вам некогда у вас есть свои дела потому что здесь еще знаете что получается вы как будто бы завершили один очень большой цикл в своей жизни и на тот уровень на который вы сейчас выйдете либо кто-то уже вышел там нету людей которые бы вам соответствовали то есть на том уровне на котором вы были вы его уже завершили поэтому там как говорится уже нету людей она на новый уровень который вы выйдете либо уже вышли там вы еще не нашли для себя единомышленников здесь какой-то этап завершён то есть вы приняли решение хорошо поработали исцелились и теперь сфокусировались на на новых каких-то своих возможностях но я говорю вы и ждете результатов непосредственно в своих трудах да может быть и на работе может быть в знаниях вам пока здесь вот ну не нужны люди поэтому вы их и отсекаете вы фильтруете какой сценарий вы сейчас с ними проигрываете ну вот король мечей завершение десятка мечей а вы отсекаете тех фантазеров вы отсекаете людей мечтателей то есть все что вот это вот иллюзорно никому не нужно все что не соответствует реальности вы завершаете отношения с многими и идете в новое то есть если вам что-то не нравится если что-то не соответствует тому что вы хотите вы отсекаете и идете в абсолютно вы не боитесь вы по своей натуре человек отшельник до человек которому одинаково хорошо как с другими людьми так и самим собой я не могу сказать что вы прям вот сто процентов интроверт где-то вот 50 на 50 то и другое то есть когда вы нужно вам нужно вы становитесь экстравертом получили сделали то что вам нужно потом вы хотите восстановиться и становитесь интровертом закрываетесь поэтому сценарий который вы проигрываете сейчас с людьми именно сейчас завершение вы загружаете все свои прошлые циклы и идете в новое а в новое углубление именно в свои знания углубления в свои страхи для того чтобы родиться заново до чтобы стать новым человеком вот здесь вы должно произойти обнуление то есть вот эти вот все разочарования люди которые вас разочаровывали пользовались вами они вам больше не нужны вы забираете оттуда свою силу и отрезаете взаимоотношения с ними и идете в абсолютно новое вот такие вот у меня были троечки что вашей обратной связи какие у вас были реакции в теле когда вы слушали этот расклад что у вас там откликалась что не не откликалась на что вы среагировали жду вашей обратной связи а я благодарю вас за внимание до новых раскладов пока пока